Конференцию о сложных системах управления проводят ведущие университеты России. В прошлом году она прошла на базе Липецкого государственного технического университета. В этот раз принимающей стороной выступил Староскольский технологический институт НИТУМИСИС. Это традиционная встреча представителей научного сообщества и промышленных предприятий для обмена знаниями, плодотворных дискуссий и налаживания деловых контактов. Открывая конференцию, директор СТИ Василий Рассолов отметил, что в следующем году ВУЗу исполнится 40 лет. За эти годы удалось подготовить тысячи специалистов для горно-металлургических предприятий региона. Успехи Оскольского металлургического комбината, Лебединского, Столинского ГОКа во многом определяются тем кадром, потенциалом, который мы готовили. И мы очень рады и горды тем, что и доля нашего труда, есть успехи данной предприятии. Около 4000 на Оскольском металлургическом комбинате сегодня работают нашей выпускнику. И нам очень приятно отметить то, что сегодня наука и производство начинают друг друга видеть. На конференции не раз звучало, что ключевая особенность предприятий «Металлоинвеста» – высокий потенциал автоматизации и информатизации производства. Однако прогресс не стоит на месте. Промышленности требуются новые решения в области прогнозирования и оптимизации технологических процессов. В этом деле нельзя обойтись без помощи науки. Директор департамента горнорудного производства «Металлоинвеста» Ренат Исмогилов подчеркнул, что именно сотрудничество с учеными дало понимание, в каком направлении компании надо развиваться. А саму тему конференции он назвал абсолютным трендом нашего времени. Мы сегодня говорим о цифровизации. Идет активнейшее внедрение и САП, и МЭС-систем, и низовой автоматики, и АСУДП предприятий. И, конечно, вот этим всем массивом данных надо управлять, надо их анализировать, потому что я как профессионал могу сказать, что с этим потоком, если им не управлять, если его не использовать, то грошится на всей этой работе на самом деле. Потому что сегодня такой массив и база данных появляются для анализа, для подтверждения слова Сергея Макарча, и с прогнозом, и с поиском трендов каких-то, и управлением в итоге качеством, производительностью, ну, как итогово, эффективностью и прибылью предприятия. Потому что это все вот те самые составные части экономической эффективности предприятия. На пленарном заседании конференции выступил директор Департамента развития бизнес-системы «Металлоинвеста» Вадим Романов. Он рассказал, что при разработке модели изучен отечественный и международный опыт, в частности, компании «Тойота». Если представить классическую бизнес-систему в виде дома, то фундаментом является стандартизация всех процессов и подходов. Проанализировав весь опыт международный, практически мира по моделированию бизнес-системы, различных компаний, мы сформулировали свою собственную модель, которую сейчас планируем развивать в ближайшем будущем. То есть, на чем она основана? Она основана на пяти элементах. Это корпоративная культура, это постоянные улучшения, это безопасность и экология, развитие сотрудников и системы управления. То есть, это вот базис, на чем основано развитие наших бизнес-систем. На предприятиях «Металлоинвеста» уже успешно применяются инструменты бизнес-системы. Это фабрика идей, автономное обслуживание, обмен знаниями, тренинги, тестирование. В планах внедрение аудита, который оценит как внешние, так и внутренние процессы бизнес-системы. И чем выше степень вовлеченности сотрудников в процесс непрерывных улучшений, тем выше эффективность компании, отметил Вадим Романов. Все, что в компании делается и взаимодействует, оно должно работать как единый механизм. Мы должны изменять сознание, управлять менталитетом, сдвигать парадигмы в сознании, в подходах к работе, чтобы каждый сотрудник организации и на уровне управления, и на уровне рабочего места, делая операционную свою задачу, еще думал о том, как сделать ее эффективной. Конференция длилась три дня. Докладчиками были как профессоры высших учебных заведений, так и производственники, которые делились знаниями на основе личного опыта. Это позволило увидеть общую картину и понять, в каком направлении развивать современные системы управления. Конференция стала еще одним мостиком, крепко связавшим науку и производство.